всем привет с вами юля сегодня 6 марта долго я не могла собраться силами чтобы сделать включение на фоне всех этих событий я не знала просто о чем говорить и с каким голосом но приняла решение буду вас отвлекать ну что еще делать буду стараться как-то вас отвлекать от всей этой темы потому что у нас теперь новая реальность и от этого никуда не денешься и так хочу подвести итоги за февраль месяц во первых хочу похвастаться финишем я наконец-то взялась за один из процессов которые я начала еще в прошлом году это дизайн фирмы just none восьмиконечная садовая звезда подсмотрела я этот дизайн у тамары ссылочку я оставлю вы можете посмотреть тамара очень много делает разных изделий от just none и вообще дизайны очень нестандартные и большая коллекция кукол есть на что посмотреть поэтому оставлю ссылку можете также ознакомиться с творчеством тамары также хочу извиниться за мои ногти дело в том что сняла сняла маникюр сняла в смысле лак и небольшая как бы как аллергия вот поэтому буду стараться их не показывать если что вы извините это просто аллергическая реакция вот и значит эту звездочку я начала в прошлом году как обычно небольшой начало я вышиваю не по вышивала не по ключу я просто вспомнила что у меня есть основа мурана вот такого зеленого и не совсем розовый цвет нуга я вот так буду ее как раскрутить вы посмотрите немножко потом еще раз поближе и и покажу с меню ракурс вот взяла две этих основы и решила их использовать были небольшие замены по ниточкам здесь очень обширный ключ по моему 27 цветов если я правильно помню я заменила зеленый так как поключу зеленая ткань здесь шла немножко посветлее поэтому чтобы некоторые оттенки не сливались мне пришлось выполнить замену все остальное все остальные цвета у листа как есть и ну конечно бисера такой я не смогла купить там специальные бисер полосатенький шел цветной полосатенький но я как бы не считаю что здесь это что-то критично я просто подобрал эту бисер который мне нравится и вот что получилось и так по изделию само изделие как бы вышивки здесь много здесь как вы видите у нас 8 этих лучиков да давайте вот так буду вам показывать еще 8 лучиков каждый у каждого лучика достаточно много вышивки это 16 каунт часто идет в принципе смена нитки так у нас здесь идет с обратной стороны часто смена нитки поэтому у меня все это дело вышивалась практически не две недели пусть 10 дней вышивалась плюс еще пару дней было сборки сборка тоже оказалось непростой потому что я использовала мурану амурана на плотней на нужно было использовать лен но вот видите когда нет опыта именно в работе с тканями по сшиванию конечно не знаешь почему где лен используется какие могут быть изменения как бы и последствия при замене основы вот и в чем это отразилось на данном изделии а когда вот я сшивала вот эти уголки и пришлось подворачивать ткань то ткани очень много и вот собрать свернуть уголок сшить было очень-очень сложно поэтому они мне не идеальны вот эти уголки кстати нитка это выскочила а вот как бы есть вот такие вот уплотнения на краешках потому что очень много ткани просто стянуть вот тут особенно видно стянуть собрать практически было невозможно где-то я попробовала срезать побольше ткани но ткань стала сыпаться поэтому пришлось опять пользоваться клеем все подклеивать и конечно сборка очень-очень сложная вот и то же самое вверху кстати вверху я тут настолько сильно хорошо сшивала стягивала что еще не придумала как я буду закрывать вот вверх в оригинальном наборе здесь предлагается пуговка предлагается такая как бы как металлическая пуговка я кое-что нашла но меня не устраивает потому что тогда будет мало места куда можно будет втыкать различные пины я еще не знаю что я буду делать но вот сшивала очень-очень плотно и вообще монолитно я начала сшивать как было указано внизу собрала просто вот эти треугольнички здесь у меня белым ветром заклеена и с сверху я начала не просто верхушку собирать а вот где-то там серединке я немножко прошлась собрала и потом вверх подтянула поэтому на меня такая монолитная вообще ничего не шатается не нигде плотно это как хорошая игрушка получилась по сборке все нормально за исключением каких-то ну совсем уж таких вот небольших нюансов вот поэтому какой процесс очень очень был сложный и по вышивке и по сборке вышивки много потом каждый этот квадратик размер вышивки был 57 на 57 крестиков каждый этот квадратик нужно было вот так сшить треугольничком причем методы сшивания здесь тоже непростые нужно было брать снизу идти справа налево сшивать потом сшивать вверх сшивать еще не составлять в центре место для наполнения вот поэтому много таких действий было там закрепишься там зашьешь там зашьешь в общем сборка каждого отдельного вот такого треугольничка тоже занимала много много времени был такой момент я устала когда знаете вот работаешь работаешь ешь ешь а ну все не заканчивается и хотелось уже переключиться на что-то другое но решила нет нужно нужно доводить все начатое до финиша вот поэтому сшивалась долго во вторых что еще было по сборке наверное сумбурно рассказывала но мне как-то вообще сейчас я не знаю как рассказывать честно по сборке что еще было здесь нужно было наполнять пластиковыми такими шариками полипеллиц но я их не нашла и наполняла бисером насыпала по две чайные ложки так хорошо и знаете он очень бисер хорошо заполнил вот эти вот уголочки и вес создал и хорошо распределился прям вот я молодец что придумала такое решение ну конечно наполнитель наполняла очень хорошо по всем углам заполняла и поэтому да не получились мне такие очень плотно вообще игрушка получилась классно вот мне очень нравится что она получилась и монолитная и хорошо набитая и уголочки тут все все красота так что тут у меня еще по бисеру вот видите здесь у меня использовались вот такие вот бусинки должны были быть золотые бусины именно у меня таких не нашлось но среднего размера были вообще крупные я решила использовать из остатков от образов каменьях вот иконы метам разные остались бусинки такие кристаллики они не пластиковые именно как стеклянные кристаллики эти очень блестят симпатичные и мне кажется ну они гармонично смотрятся по бисеру тоже из моих остатков выбирала просто на свое усмотрение очень мне нравится как смотрится вот этот перламутровый здесь вот на с белыми цветочками вот здесь розовый перламутровый здесь просто белый матовый тоже симпатичный здесь зеленый матовый можно было наверное выбрать что-то еще поярче ну нет кажется тоже он смотрится гармонично вот это мне очень нравится сочетание бисера и вот этих цветочков каждая каждый треугольничек получился немножко немножко как бы разный за счет узора бисера вот такая штука я хотела выполнить эту звезду к весне создать себе именно весеннее настроение очень старалась вот к весне успела ну вот так вот и значит смотрите как тут получается здесь прямо как книжка такая знаете раскладушка когда вот она звезда стоит к примеру да мы видим здесь у нас пасутся овечки на лугу вот так они смотрятся ведь здесь у нас две овечки тут мы смотрим птички цветочки дальше сюда переворачиваем здесь у нас тоже видите цветочки здесь овечка и тоже там какая-то тоже цветочек вот здесь у нас вот такие узоры как цветочные просто идем дальше здесь у меня начинаются зайцы разбегается может быть не правильно собрал но вроде смотрела вот все правильно и получается вот так смотришь тут зайцы разбегаются сюда поворачиваешь что тоже зайцы разбегаются по полю вот это мне очень нравится половинка когда вот цветочки вот тут зайчик либо очень нравится где не овечки вот особенно мне нравятся овечки такая красота научим изделие очень интересная я благодарна тамаре за то что она показала что существует вот я раньше не замечала что есть вот такая звезда и мне хочется продолжать экспериментировать такими изделиями мы как бы небольшими прикладными хочется еще что-то выполнить от джазнаны у меня есть наборчик еще от риволис кстати рядышком здесь и вам покажу вот такой вот такую зигугу мне еще нужно выполнить но здесь тоже вышивка через одну нить переплетения то нужно набраться сил духа и все это попробовать вот такой чудес треугольничек прикольно в общем не мне очень понравились вот эти все без корню все разные такие изделия небольшие и я буду потихоньку их вышивать там по нескольку год я думаю можно осилить ну и в качестве украшения у меня здесь два пина вот очень плотно идет вот такого петушка я вам показывала что я сделал этот пин это обычный пластмассовый какой-то магнитик с обратной стороны кусочек фетра как бы так скромно и было вот такая у меня заколочка резиночка и там был такой тоже подсолнух и я оторвала приклеила просто иглу ну как бы не знаю как будет держаться но для красоты это же не то что там прям пользоваться вот ты можно здесь их сюда пристраивать но так как уголки у меня здесь очень плотно набитые ткани здесь и все не просто они втыкаются вот поэтому я еще не придумала как я буду закрывать вот эту верхнюю как будут не дырочка но такая стяжка да вот у меня получилось вот такая вот моя ферма петушок петушок у нас это защита символ символ благополучия всегда до используют петушка вот ну подсолнух такая красота вот такая у меня получается красивая ферма красивая звезда я вообще молодец что я собрала силами и ее выполнила рекомендую действительно рекомендую это очень-очень интересно да это объемно и сложно вот у меня в целом по вышивке и сборке все это заняло две недели кто-то наверное сделал быстрее но я вот как бы медленно да все выполняю вот но тем не менее того стоит с обратной стороны вот так она тоже очень колоритно смотрится вот эта звезда как морская звезда до настоящие эти узоры красиво сшиты ну а здесь стяжка была маленькая дырочка чтобы ее не было видно я приклеила так аккуратно кусочек белого фетра в наборе по моему розовый идет беленький ничего страшного тоже как бы обратная сторона но тоже очень прикольно класс что-то такое знаете необычное то же время яркая можно экспериментировать единственное если кто-то будет вышивать там подбором будет как-то сам что-то подбирать наверное все таки лучше взять лен вам будет легче сшивать я вот действительно мне было просто тяжело протыкать не так не воткнешь я так шила просто тяжело было собирать эти уголки не втыкались вот вот такая у меня здесь история с моей звездой что у меня по процессам я конечно же уже зарегистрировала мою звезду завершила двадцать шестого ноль второго ну и пойдем посмотрим еще по тем процессам которые у меня вышивались в феврале месяце итак следующий мега процесс над которым я все работаю работаю все шью шью продвигаю продвигаю но и опять же до финиша еще далеко это ангел мира от лавандр эндер лейс так возьму ключ так сколько у нас крестиках 249 на 270 крестиков ключ тоже достаточно объемный по цветам по металлизированной нитке также будет бисер и есть два бленда вот нужно было вышивать на на тридцать втором каунте серый это вот название серый цвет но у меня ткани по ключу у меня тоже серый цвет но у меня это мурана от вот свайгард мурана которая идет с разводами я планировала вышивать на стороне где есть разводы но когда стала прикладывать нитки картинку показала мужу мы вместе определили что хочется вот так чистого фона без разводов без ничего просто чтобы был чистый фон вот и как вы видите я в общем-то хорошо продвинула мою работу у меня вышито больше половины но тем не менее осталось еще достаточно сложная часть это во первых земля в этих участках идет очень большое смешение цветов там так намешано что знаете вышиваю по 200 300 300 крестиков за вечер всего лишь не хватает сил просто идет ужасный разброс и я вот как-то это стараюсь наслаивать как-то продвигаться честно даже не могу выработать какой-то вот прямо тактики как вышивать эти участки если вышивать парковка будет прям сильная изнанка сильно будет ковровая ну в общем шью как-то стараюсь наслаивать не знаю вот это участок где у нас уже земля вырисовывается но все непросто дальше тоже рукав у меня плохо идет я здесь застряла тоже здесь идет сильная мешанина но я по крайней мере уже закрыла сверху и теперь осталось чуть-чуть уже заполнить дальше что еще ну в принципе участками где-то идет побы побыстрее где-то я начинаю зависать вот как вот этот участок на рукаве здесь такая была мешанина причем не только в мулине но и в металлике все цвета металлика использовались и чтобы вы понимали вот в этом рукаве сколько цветов участвует сейчас вам покажу эту растяжку оттенков насколько насколько это все смешано видите есть цвета которые очень сильно похожи между собой и соответственно как бы ориентироваться по какому-то цвету отталкиваться очень сложно вот видите вот она растяжка вот вот этих участков и столько до такой непростой дизайн непростой но он очень красивый знаете я вот его вышивала вышивала какой-то момент я поняла что я устала я хочу на что-то другое переключиться уже было сняла со станка но потом на следующий день опять вернула на станок я нашла себе процесс на который на котором я отвлекаюсь немножко потому что не просто как бы схема сложная но глаза еще устают ставлю себе две лампы помогаю но тем не менее вот это очень кропотливая работа и устают глаза давайте я вам покажу поближе вот постараюсь вам вот так немножко показать поближе крестики посмотреть переходы как это все красиво видите вот где здесь горловина у платья там несколько вида металлика переход красного очень такой аккуратный но зеленый бархатный эти кажется что цветов немного а конечно есть на чем поработать но вот земля меня здесь конечно очень утомляет прям вот крестик за крестиком пробираюсь крыло чуть-чуть повышевала вот так много сложных участков юбка тоже сошла сложно очень сложно был участок вот этот где у нас здесь металлик вот эти вот цвета очень сложные ну знаете как говорится дорогу оселит идущий я по чуть-чуть сажу сколько я сел вышиваю вышиваю потом на что-то отвлекаясь вот это вот внизу самый самый-самый легкий участок тут бодренько так шла так хорошо все вышивалось пока мы не пришли сюда ура вернулась резкость очень красивая работа большая вот этот отрез у меня 50 на 70 и половина работы вот у меня вышита то есть еще у меня предстоит мне предстоит вышить вот землю в основном такой большой круг крылья и лицо лицо по поводу лица я все думаю здесь значит у меня дана схема и в петите и также есть схема и в крестике я больше склоняюсь к крестику потому что мурана очень плотная ткань и так здесь все крестик получается мелкий и очень плотный если буду вышивать через одну нить мне кажется будет очень сложно нужно просто пощадить свои глаза вообще себя ну я в крестике думаю тоже будет хорошо тоже будет хорошо но вот смотрите руки нормально все будет смотреться конечно нет бэкстича но тем не менее будет все хорошо мелкий крестик видите вот так покажу поближе прям очень близко вот и нужно будет приступать вышивать лицо дошью здесь какие-то участки по земле и нужно будет приступать вышивать лицо лицо у девушки даже должна получиться очень красивая этого ангела ну-ка настраивайся что-то мне сегодня не настраивается резкость вот смотрите какое красивое лицо да здесь наверно на картинке все-таки петит может быть и стоит стоит потрудиться и сделать это все петитом чтобы вот получилось вот так миниатюрно вот так вот очень изящно красиво буду пробовать может быть и я решусь на петит дизайн очень очень красивый очень красивый и поэтому я планирую продолжать вышивать пусть идет как идет не не знаю смогу ли я завершить за март или нет потому что за месяц я не так-то и много вышивая на самом деле именно вот этой работы потому что она сложно но постараюсь постараюсь буду стараться может быть в марте я смогу завершить что по организации организация у меня стандартно все как было так и осталось без изменений коробка от икеи очень классно подходит для организаций таких вот больших процессов и сюда и пока помещается кто пользуется пока очень удобно прям вот можно два ставить пока с нитками палка с иголками но для парковки игл вот все ниточки у меня здесь в контейнере здесь металлик rainbow галере я покупала много на запас есть у меня замены я не делаю бленд а использую к примеру вот такой вот нд 2 это другой мир обилии его нужно немного но тем не менее здесь все такая очень такая плотненькая ниточка она как бы плетеная что ли очень объемная вот ее нужно немножко вкрапление есть и я решила не делать бленда пользоваться именно вот этой ниткой получается прикольно вот такие вот у меня здесь еще ниточки и одна уже закончилась до его 2 заканчивается то есть расход огромный я предупреждаю кто хочет вышивать этот дизайн очень очень большой расход здесь у меня дополнительные какие-то нитки креник это я подбирала что-то искала вот они дополнительные цвета вдруг ничего не хватит бисер вот этот и плюс еще вот здесь у меня бисер я что-то открывала брала несколько каких-то бисеринок ну вот видите вот так это мне для блендов вот такая организация и когда я вышиваю коробка открытая ставлю вот так ключ чтобы мне было видно и нитки потихонечку вышиваю в общем как-то так удобно просто практично что еще можно сказать вот ну что буду я продолжать работать над этим дизайном покажу вам еще один мой начатыш я в этом году как вы видите очень активно работаю с моими начатыми процессами и у меня сейчас такое настроение продолжает вышивать то что начато мне не знаете вот и ничего больше начинать не хочется хочется вышить то что уже как бы я понадкусывала у меня горела хотелось открыть эти наборы вот они ждут меня и вот я думаю что в этом году я конечно многим уделю внимание на сегодняшний день у меня осталось 21 процесс не было вот 23 потом еще чуть 20 еще один начала получилось 24 3 у меня завершила значит 21 у меня процесс на сегодня есть и буду продолжать вышивать продвигать буду их компоновать какой-то сложный с легким по настроению все по настроению но если захочу что-то начать я буду начинать да и в этом году мне нет планов вообще никаких просто по настроению потому что я устал от планов честно вам скажу хочется просто вышивать чтобы я не чувствовала себя обязанное перед вами что я от пообещала выше то а потом раз у меня нет настроения до что-то другое хочется поэтому я решила как бы отпустить ситуацию и не вышиваю то что просто мне хочется на данный момент и вот я практически вышиваю по одному процессу как одна процессница да ну в компании может быть еще с каким-то процессом по два там максимум по три процесса у меня идут сменяются и вот на данный момент меня это устраивает вышивая для себя потихоньку настраиваюсь на процесс и иду до финиша вот и сейчас покажу вам еще пару процессов и так процесс который я взяла в отвлекалки мне захотелось чего-то легкого ну понятно чтобы отвлекаться от сложного процесса нужно брать что-то очень очень легкое и и таким процессом стала моя дорожка которую так же я начала в прошлом году вышла два элемента и все положила в в стол ушел в стол этот дизайн и теперь я решила что обязательно мне нужно до вышивать эту дорожку но не обязательно просто вот она идеально подходит к вечернему в периоду вечернего времени когда уже хочется просто как-то расслабиться и еще можно вышить пару крестиков поэтому здесь десятый каунт такая плотная основа легкий дизайн вот я выбрала вот такую снежинку и вышиваю эту их снежинку везде значит мне будет вот такая длинная дорожка здесь должно получиться поместиться здесь четыре и здесь еще шесть где-то около десяти вот таких снежинок я выбрала нитки пнк используя остатки это такой у меня процесс именно вот практичный каждая снежинка будет разного цвета за исключением серединки я надеюсь что мне хватит этой нитки на серединке иначе придется что-то придумывать вот и вот такие вот оттенки все что было у меня в пнк вот таких вот зелено-горчичных цветов я выбрала вот на звезду уходит практически бобинка что останется потом буду делать блендить их какие-то снежинки будут у меня типа бленды так показываю показывается плохо видно да простите простите вот в общем вот такая вот меня здесь интересная должна получиться вещица это изделие потом будет естественно обшиваться кружевом у нас продается специально кружево либо окантовочные ленты можно по краю вышить вышить пришить прям готовые либо тоненькие либо широкие кружева кисточки у нас это дело очень развито много-много вот таких красивых кружев и всяких отделочных материалов я потом уже с готовым изделием поеду магазин и на месте уже что-то подберу главное вышить процесс легкий вышивается быстро там по одной по две ниточки за вечер и вот уже почти готовая звездочка дальше буду потихоньку вот так идти решила этот процесс держать поближе и каждый вечер по чуть-чуть вышивать вот такая здесь у меня история с этим дизайном организация у меня здесь тоже видите совсем простая просто в коробочке вот так нитки и все ну тут иглы какие-то там нитки тоже остаются ножницы тоже чтобы были вот так и все закрывается вот так коробочки все очень просто и удобно мне нравится процесс легкий удобный сейчас на него у меня есть настроение и я думаю что для меня это самый максимальный самый-самый удобный вот такой вот вариант вышивки сложный процесс и какой-то очень-очень легкий чтобы можно было вот так отдыхать и менять их между собой потому что если вышивать только сложный какой-то дизайн и в какой-то момент все равно хочется переключиться на что-то другое вот так этот показала и еще у меня был один старт недавно я купила вот такой раритетный редкий очень интересный набор фирмы димэншенс ангельская мелодия красивый такой ангел с музыкальным инструментом как только получила очень ждала с большим нетерпением я конечно же сразу приступила к этому дизайну вышила немного но тем не менее конечно это очень приятный процесс легкий увлекательный и я уже скучаю на самом деле по этому дизайну хочется вернуться и продолжить вышивку как вы видите у меня вышита действительно не много буквально самое начало вот нижний вот этот бордюр до рисунок здесь не полная зашивка есть очень много пустых мест хотелось бы тоже немножко повышевать этот дизайн но не знаю как пойдет сильно я отвлекаться не хочу я уже решила так пойду постараясь вести к финишу ангела мира как только я с ним справлюсь я переключусь вот на этого ангела если не справлюсь тогда буду отвлекаться тоже на этого ангела потому что дизайн здесь простой легкий мне здесь все очень нравится я просто последнее время очень полюбила металлик там где он используется здесь blend вы используется желтая нитка с металликом это все блестит это все очень классно мне нравится вот это используя это сочетание у дименшинс золото и конечно же хочется продолжать вот у меня уже кусочек ленточки вышит хочется продвинуть работу уже встретиться где-то с ногой ангела начать вышивать ногу платье да вот куда-то сюда хочется прийти здесь немного на самом деле потому что вот это место не зашивается вот ну посмотрим есть старт не очень хотелось начать попробовать ну ничего пусть пока еще полежит немножко подождет я думаю что мы скоро встретимся с этой работой может быть в апреле где-то там но я думаю чтобы даже грубо говоря к концу апреля у нас есть шансы встретиться и будем вышиваться вот в принципе девочки вот такие у меня успехи в этом месяце ну вот девочки такие мои успехи в этом месяце много ли мало ли как получилось потихоньку двигаются процессы буду стараться также делиться с вами моими новостями моими продвижениями на этом у меня все берегите себя до новых встреч всем пока пока сегодня приехали опять к акрополю и у нас здесь цветет и плодоносит кактус но это такой вид кактуса а вот микоси рассказывает что вот это его плоды это как бы дикий инжир вот я не знаю насколько он съедобный но вообще говорит съедобный нас они здесь очень много людей затор прям на дорогах и вот смотрите вот здесь очень очень много не только в этом участке и вообще вокруг акрополя очень много вот этих вот кактусов вот такой вот прикол интересное растение а вот здесь вот еще очень много этого растения смотрите как обильно плодоносит интересно